Рождественские праздники одни из немногих в христианском календаре, в которых тесно переплетаются церковные и народные традиции. В славянских странах до сих пор не утратил в своей актуальности обычаи календования. Ряженые ходят по домам, развлекают хозяев святочными песнями и желают им мира и процветания, посыпая при этом пол, засевая зерными пшеницей или ячменя, что, по поверьям, несет в дом благосостояние и счастье. В благодарность хозяева одаривают детей сладостями и монетками, которые, как верят многие, приносят удачу на весь год. Незамужние же девушки по обычаю на святке занимаются гаданием. Однако, вопреки сложившемуся мнению, церковь такие традиции не приветствует. Церковь к гаданиям относится отрицательно, потому что это не есть дело, угодное Богу, и оно не может явить собой пользу для девушки. Я нашим севастопольским девушкам желаю, чтобы они молились Богу, не гадали, а молились Богу, молились Матери Божьей, просили то, что им необходимо в жизни. Они просили хорошего мужа, просили хороших детей, просили того, что будет необходимо человеку для спасения. А гадание зло, оно побуждает только зло. Зло не может творить добро. Верующие, которым не удалось побывать в церкви в Сочельник, обязательно приходят на утреннюю литургию 7 января. В центре Покровского собора – рождественский вертеп, который символизирует появление на свет Сына Божьего. Антураж традиционный – ясли и скульптуры Девы Марии, младенца Христа и праведного Иосифа. Каждый прихожанин имеет возможность поклониться рожденному спасителю. После рождественской литургии верующие собрались у Покровского собора. Здесь начался крестный ход в честь главного христианского праздника. О начале торжественного шествия оповещают церковные колокола. Возглавили колонну крестного хода представители севастопольского духовенства. За ними шли русские казаки, и не случайно, ведь их покровительницей является Пресвятая Богородица. Завершали шествие верующие горожане. На площади Нахимова со сцены провели небольшой молебен. Протеерей Сергей Халюта помолился за всех мирян и за спасение их душ. С поздравительным словом к севастопольцам обратился заместитель председателя госадминистрации Сергей Савинков. Хочется, чтобы с этой святой земли, со святой земли Херсонеса пошло возрождение той духовности, которая так необходима нашему обществу. Всех с праздником, всем любви, всем благополучия в семье, достатка и удачи. Севастопольцы к светлому празднику готовились заранее. Кто-то соблюдал пост, кто-то приобретал подарки для клядущих, кто-то накрывал праздничный стол и готовил традиционные блюда. Я готовил кутью, поздравлял всех своих знакомых, добрых, близких, родных. Счастья, радости вам. И это обязательно надо было скушать. Ребята, с Рождеством вас. Украшал елку, дети пели песни, устраивали какие-то там мероприятия, представления. Были на молебни, были на службе. На вечерней были, потом на всю ночь на Херсонесе. После грестного хода на площади Нахимова-Севастопольцы, несмотря на мороз, не стали спешить расходиться по домам, а всем миром продолжили веселье, перешедшее в народные гуляния. Александра Толкачева, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова